Здравствуйте! Я Гузель Абдулова и уже более 30 лет я помогаю людям работать с информацией. И в частности, очень часто ко мне обращаются с вопросом чтения и именно как научить читать детей. Ну, например, такая проблема. Ребенок, с одной стороны, вроде бы хочет познавать новое, а мы знаем, что познавательный процесс это основное, чем занят наш ребенок, когда развивается с другой стороны. Ну, не любит он читать. Очень часто спрашивают, как ребенка заставить читать. Друзья, ни в коем случае не заставляем. Это первое. То есть, очень важно, чтобы ребенок относился к чтению не как к тяжелой работе, не как к наказанию тем более, а именно получал удовольствие. И только тогда мы получим результат. Ну, и давайте посмотрим сам процесс обучения чтению. Когда нужно начинать? У нас очень часто родители задают вопрос, да, если я научу ребенка читать еще до школы. Кстати, вышла недавно книга, как учить ребенка и готовить в школу, да, большая книга подготовки к школе. И с одной стороны, да, мы говорим, что нужно обучать ребенка готовить. И можно посмотреть очень большой набор именно игр и упражнений, которые помогут ребенку в этом. Ну, и вы удивитесь, многие игры будут настроены именно не на сам процесс. Читаем буквы, слоги, слова, тексты. А, например, очень многие игры будут на внимание, на память, на развитие речи или даже на развитие моторики. Ну, вот давайте я вам покажу только одно из упражнений, которые мы делаем с детьми. Оно называется гриб-поляна. Смотрите, делаем грибочек, кулачок, да, сложили. И ставим ладошку. И поменяли руки, да, у нас гриб всегда на полянке. Попробуйте сами сделать. Делаем, но это мало. Мы еще и добавляем дыхание. То есть нужно будет на одном выдохе, а вдох через нос делаем. Вдохнули. И на одном выдохе нужно проговорить скороговорку. Давайте возьмем простую. Король, орел. Всего лишь два слова. Но, как можно больше раз проговорить эту скороговорку на одном выдохе, плюс делая упражнение гриб-поляна. Итак, вдох. Король, орел. 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 Ну и так далее. Пока хватает воздуха. Вы скажете, а при чем здесь чтение? Ну, давайте посмотрим. Здесь у нас, выполняя упражнение, мы ставим речевое дыхание. Очень важно, когда ребенок читает, чтобы он не делал вдох судорожный такой. Помните, да, когда всхлипывает аж и чуть ли не задыхается. Очень важно, чтобы ребенок был расслаблен, спокоен и чтобы он хорошо умел говорить. Потому что если ребенок не проговаривает какие-то слова, то гарантированно он будет возвращаться, прочитывать это слово несколько раз и может быть даже по слогам. То есть все взаимосвязано. Еще над чем нужно поработать и желательно научить ребенка как можно раньше, вот с раннего детства. Это хорошо развивать речь и, конечно же, память. Например, вы читаете сами ему сказку, прочитали, а потом попросите, чтобы ребенок ее пересказал. Что происходит, когда ребенок пересказывает? Тут вы видите, и насколько он хорошо понял то, о чем прочитал, насколько он был внимателен, запомнил. Ну и, конечно же, развиваем речь. Да, ребенок проговорил. Плюсов очень много. И вот именно вот эта предподготовка наиболее важна в раннем детстве, чем, например, обучение ребенку чтения. Но если вы все-таки обучаете ребенка читать, попробуйте сделать это тоже играючи. Например, как можно поиграть с текстом? Очень любят дети такую игру «Голова-хвост». Что это за игра? Например, вы берете, загадываете в тексте какое-то слово. Ребенку это слово не произносите. Но говорите, я сейчас прочитаю начало слова, а тебе нужно найти его хвост. То есть найди, какое слово я задумал и, соответственно, прочитай его. Казалось бы, такая игра прятки, она очень интересует детей. Дети с удовольствием включаются. Но пока они прочитывают, ищут вот это слово, они на самом деле и весь текст тоже глазками прочитывают. Они учатся, пока ищут нужное слово и приучаются к чтению про себя. Не вслух, а про себя. А это тоже очень важный навык. Что еще можно сделать? Вот игр на самом деле очень много. Вы можете посмотреть в моих книгах по скорочтению. В некоторых книгах есть сборник, и здесь подобрано более 70 игр, которые, кстати, решают еще и разные проблемы. Если ребенок путает буквы, например, или же слоги в тексте. Если ребенок не может прочитать текст и потом его пересказать. Если у ребенка возникают какие-то проблемы с чтением и какие-то трудности, то я могу сказать, есть решение на очень многие проблемы. Единственное, не пытайтесь заставлять, не пытайтесь через многократное повторение решать их. А лучше посмотреть, какая игра, какое упражнение, какой способ подойдет именно вашему ребенку. Что можно сделать, если ребенок все-таки не любит читать? Наверняка у него есть интересы, увлечения. Вот у меня была такая ситуация, когда пришел мальчик, который категорически заявил сразу, читать не буду. Я начала с ним разговаривать и спрашивать, а чем он увлекается? Оказалось, он любит собирать модели танков и самолетов. А я у него спросила, а что ты про них знаешь? И порекомендовала родителям купить книгу. Вот, вы знаете, когда у ребенок ходил, не расставаясь с этой книгой, когда он прибегал ко мне и говорил, пока я ехал в метро, я прочитал 10 страниц, а вы знаете, чем отличается японский самолет от немецкого и так далее, я уже сама была не рада, что порекомендовала эти книги, потому что столько информации про танков и самолетов мне еще никто не рассказывал. Но посмотрите, у ребенок-то с удовольствием читал. То есть дети не любят читать очень часто не потому, что им вообще этот процесс не интересен. Им не интересно часто то, что, например, предлагается по школьной программе или предлагают родители. В каждом возрасте, каждому ребенку можно найти подход и можно предложить ту литературу, которая может заинтересовать. Иногда, может быть, даже хорошо начинать с комиксов. Но очень важно преодолеть вот этот негатив и показать, открыть мир чтения, что читать это интересно, увлекательно, полезно и так далее. Ну и, конечно же, ваш личный пример. Если в семье родители читают, если ребенок видит, что родители всегда с книгой, а если вы еще будете обсуждать, что вам в книге понравилось, то, конечно, это тоже будет способствовать привлечению ребенка к чтению. Еще один из моментов, на который хотела бы обратить отдельно ваше внимание. Когда мы читаем, очень важно развивать антиципацию или смысловую догадку, потому что иногда по тексту не обязательно вчитываться в каждое слово. Мы иногда можем узнать образ слова и понять в контексте, о чем говорится. Например, есть очень хороший тренажер, который вы можете использовать, и так называемая рамочка, которую мы накладываем на текст. И смотрите, мы берем текст любой, наложили рамочку, и задача прочитать вот этот текст. Естественно, что здесь, так как не все слова будут видны, то мы должны догадаться, а что же здесь может быть, да, то есть что это за слова, что это за тексты. И, соответственно, когда мы читаем, мы додумываем с одной стороны, догадываемся и просто-напросто узнаем слово, даже если оно не видно полностью. Очень вначале бывает сложно прочитать, даже взрослым, поэтому не удивляйтесь. Вот, например, у меня в книге «Тренажер», «Самый лучший тренажер». Сначала мы берем тексты небольшие и написанные крупным шрифтом, а затем уже по мере тренировки у нас уровень текстов усложняется, и затем мы можем увидеть тексты, уже написанные более мелким шрифтом, более объемные, но регулярная тренировка дает очень интересный эффект, когда у нас с каждым разом получается читать все быстрее и быстрее. Самое интересное, что уровень понимания возрастает, также скорость чтения возрастает, ну а дети воспринимают, опять же, как игру, а не как тяжелое задание. Вопрос – догадайся, поиграй в шпионов, да, разгадай, что здесь за спрятаны слова. Что еще очень важно тренировать? Например, когда мы развиваем навык чтения, на самом деле у нас формируется еще и грамотность. Наверняка вы замечали, что очень часто, если у ребенка трудности с чтением, то могут быть вопросы и с русским языком, делают ошибки, не запоминают, как писать правильно, трудности с запоминанием правил и так далее, и так далее. Вот в книге «Пишем без ошибок» я опять же предлагаю целый ряд игр, когда можно весело, легко, интересно запоминать словарные слова, запоминать слова любые, которые трудно там пишутся и так далее. Ну, давайте возьмем, например, нам нужно запомнить слово «дорога». Вот мы говорим «дорога» пишется «дорога». Вот как запомнить, что пишется буква «о»? Здесь мы можем немножечко поиграть и представить такую кольцевую дорогу, где у нас транспорт ездит по кольцу, и буковка «о» у нас легко находится. Или, например, слово «пуговица». Можно повторять много раз «пуговица». Можно один раз нарисовать пуговицу и на ней уже найти нужную букву. Вроде бы казалось, такая игра. Мы что-то порисовали, мы что-то попредставляли, но запоминается без зубрёжки и надолго. Очень часто эффект видят дети сразу, и когда ребёнок там словарный, диктантца, была паника, а опять там сделаю ошибки, то вот так вот играючи преодолеваются трудности. Причём я могу сказать, что приёмов, как запомнить правильное написание, есть очень и очень много. Но, конечно же, нужно отрабатывать эти навыки. И для того, чтобы отрабатывать, есть целый ряд специальных упражнений, игр, которые можно посмотреть в этой книге. И, наверное, одни из самых любимых – это тексты для переписывания, допустим, с пропущенными буквами, а может быть, с пропущенными словами. А ещё есть тексты, где слова написаны в обратную сторону, вверх ногами, задом наперёд. И это, опять же, воспринимается не как тяжёлая, скучная работа, ой, опять учить, а именно как весёлая, интересная игра, немножечко в таких шпионов, немножечко такая игра, которая вовлекает ребёнка в сам процесс выполнения заданий и снимает напряжение. Когда ты думаешь, ой, нужно выучить, нужно запомнить, это может напрягать. Кстати, по поводу памяти. Я могу сказать, что любая информация, которую мы помним, вот любое слово, оно хранится у нас в памяти в виде образов. Мы можем любое слово представить. Ну, например, я говорю «море». И мы можем его увидеть на внутреннем экране, но мы можем его ещё и услышать, почувствовать запах, вкус, тактильно почувствовать, да, как будто мы входим в море, плаваем и так далее. И вот если мы подключаем ещё все соощущения, то я вам скажу, любая информация запоминается намного проще. Вспомните сами себя. Когда вы читаете интересную книгу, вы всегда как бы становитесь участником событий. Вы представляете, вы оживляете. И может быть была такая ситуация, когда вы читали книгу, а потом смотрели экранизацию, и она вам не понравилась, потому что и герой не тот, и события не совпадают с вашими образами. Так вот научите ребёнка подключать эти образы, чтобы он читал и тоже представлял. Предложите его нарисовать, предложите обыграть как-то картинку, образ. И это опять же будет весело, интересно, а вы получаете сразу несколько плюсов. Вы видите, насколько ребёнок понял текст, вы понимаете, насколько он образно представил это. Проверяете его память, проверяете внимание. Ну и, конечно же, интерес. То, что очень важно. Поддерживайте интересы, делайте всё с удовольствием. Мы хотим вам сегодня показать и рассказать о замечательной книге. Можно с уверенностью сказать, что аналогов сейчас нет такой книги. Почему? Дело в том, что здесь заложены самые последние исследования научные, самые проверенные методы, которые позволяют решить очень многие проблемы, с которыми сталкиваются дошкольники и уже в начальной школе ученики. Это книга «Первое интерактивное чтение с нейропсихологическими заданиями». У нас сегодня в гостях автор этой книги Елена Геннадьевна Тимощенко, нейродефектолог с огромным опытом работы, с очень сложными детьми. Мы расскажем сначала о тех случаях, в которых рассказывается в этой книге. Из опыта работы Елены Геннадьевны, например, вот есть такой пример из практики. Многие, наверное, увидят себя в этом примере своих детей. На приеме мама с мальчиком Саша 8 лет, у ребенка плохая успеваемость. Мальчик медлительный, несобранный, на уроки часто отвлекается, смотрит в окно. Темп деятельности неравномерный. То быстро делает уроки, то сидит часами над одним заданием, выводя из терпения всех домочадца. На приеме специалиста ребенок буквально растекается по стулу, голова все время падает на руки, тело принимает форму вопросительного знака. Мальчик не имеет первичных нарушений интеллекта, но не может справиться с школьной программой из-за слабости процессов активации мыслительной деятельности. Я думаю, многие сталкивались с такой проблемой, когда ребенок отвлекается, у него не хватает энергии, чтобы закончить домашнее задание, он не хочет ничего делать. И мы старались вот такие случаи жизни в эту книгу включить, и к ним обязательно давали совет специалиста и те упражнения, которые помогут хотя бы в домашних условиях немножечко привести ребенка в порядок. Да, потому что иногда какие-то простые такие моменты, они помогают детям справиться с теми трудностями, которые они испытывают. Ну вот просто нужно родителям знать об этом. И вот выполняя вот эти задания, те рекомендации, которые мы им даем, это может значительно, скажем так, уменьшить трудности детей и помочь родителям и ученикам справиться с этими проблемами. Да, и надо сказать, что у нас кроме вот такого части, которая связана с практической частью, то есть здесь даны случаи из практики, и здесь какие советы даются. Сам описывается нейропсихологический подход, который сейчас очень считается эффективным, то есть так как он связан с работой мозга, это, собственно, основное, он помогает привести в порядок работу мозга, которая, собственно, руководится и нашей деятельностью. И далее даются замечательные сказки, познавательные, и к ним несколько блоков заданий. Вот сейчас попросим рассказать об этих заданиях, немножечко поподробнее. Да, вы знаете, мы как бы постарались задания подобрать таким образом, чтобы они затрагивали разные виды деятельности детей, чтобы они включали в работу разные области мозга. Ну, значит, прежде всего можно говорить о речевых заданиях, заданиях, которые направлены на развитие височных, речевых областей мозга. Ну, это, прежде всего, ответы на вопросы, это поиск каких-то определенных моментов слов в тексте, запоминания. Эти задания, они направлены на то, чтобы организовать у ребенка запоминание, для того, чтобы он учился запоминать речевую информацию и мог ее пересказать. Злуговой анализ слов обязательно дается. Без которого нельзя начать читать, учить. Да, то, что бывает у детей, очень часто нарушено, только по той причине, что этому не уделялось достаточное внимание. Кроме речевых таких упражнений, мы даем здесь задания и на зрительное восприятие. То, что действительно тоже очень важно, когда дети идут в школу и им нужно запоминать буквы, потому что приходят родители и не говорят о том, что ребенок не может запомнить буквы. И очень трудно научить читать. А это процессы, которые формируются у детей в дошкольном возрасте. Именно на таких заданиях, на умении найти общие части, на картинке или различия, формируется зрительное восприятие, умение выделять на предметах определенные части, фокусировать на этом внимание. Или вот мое любимое задание. Нужно пройти лабиринт только глазами, без помощи рук. Вот, допустим, такой у нас есть картиночка, осьминожек, и нужно глазками пройти через весь лабиринт. Может показаться, что это обычная игра, но сколько в ней заложено, да, это же и потом на этом будет строиться обучение письму, чтобы ребенок держал строчку, чтобы он читал, не терял строчку. Да, это такие очень, вот эти лабиринты, они очень важны для детей. И хочу сказать, что дети их очень любят. Дети, они вообще такие, ну, как бы удивительные существа, которые берут то, что им нужно, то, что им интересно. Вот лабиринты всегда вызывают большой интерес детей, потому что это задания, которые направлены на развитие разных областей мозга. Это умение удерживать информацию, умение удерживать задания. Это, вот как вы уже сказали, умение взглядом прослеживать определенный маршрут, что в дальнейшем является основой, когда ребенок начинает читать, писать, ему необходимо удерживать строку, видеть границы предложений. И вот без этих навыков бывают проблемы, связанные с чтением и с письмом. А выполняя вот эти простые задания, можно помочь ребенку скомпенсировать те трудности, которые у него имеются. А если этим позаниматься с дошкольниками, то это и предотвратит определенные школьные трудности. Да, и причем нужно сказать, что эти задания позволяют сформировать тот фундамент всех психических процессов, на котором потом будет строиться очень сложное для ребенка, такие как чтение, письмо, математика. То есть нельзя просто начать учить ребенка читать. Обязательно должен быть подготовлен мозг для этого. Все процессы должны быть готовы к тому, чтобы освоить самые сложные другие функции. И вот эта книга, она как раз позволит через игру, через интересные сказки, через приятное общение с родителями постепенно наращивать такие компетенции, которые, как, знаете, айсберг, известный такой образ, как бы в основе лежит вот эти все зрения, слух, да, развитый мышление. И только в конце на решение айсберга это уже подготовка к школе непосредственная. Да, это процессы чтения письма, которые являются очень высокой. Это тоже речь, только устная и письменная речь. И она базируется именно на устную речь, которая является вот тем базисом, на котором выстраиваются уже более высокие по своей иерархии функции, такие как чтение и письмо. И иногда вот выполняйте задания, родители уже могут увидеть, какие трудности есть у детей. Например, вот скажем, вот такое вот задание, найди следы каждого животного, да. Ну, во-первых, здесь можно поговорить, показать детям, где чьи следы, а потом, чтобы ребенок проследил. И вдруг родители видят, что ребенок не может этого сделать, что он не может выполнить еще какие-то задания, связанные с зрительным восприятием. Например, вот по клеточкам что-то обвести, да. Это уже может быть таким сигналом, предупреждением родителям о том, что нужно обратить на это внимание. Тем более, что в книге мы здесь рассказываем, какие у детей бывают зрительные нарушения, какие у них бывают слуховые нарушения. И предлагаем простые тесты, выполняя которые, родитель может увидеть, что у ребенка формируется неправильно, в чем он немного отстает. И выполняя, может быть, делая даже акцент на эти задания, помочь скомпенсироваться тому, что у ребенка пока нарушено. И если же не удается этого сделать, если родители читают, занимаются, дают ребенку задания, но эти трудности остаются стойкими, в этом случае уже нужно будет обратиться к специалисту, чтобы в первом классе для родителей не было таким шоком, что у ребенка возникают большие трудности обучения. То есть родители уже сами должны понимать, насколько ребенок готов к обучению, и же какие трудности именно он испытывает. Да, и книга эта поможет определиться, насколько ребенок готов к школе. А еще надо сказать, что книга поможет ответить на очень многие вопросы маленьких почемучек. Вот, например, я просто перечислю название сказок. Как растут рубашки? Зачем нужен мухомор? Путешествие капельки воды? Почему волки воют на луну? Сказка о наземном транспорте. Откуда у коровы молоко? И так вот очень-очень много замечательных таких сказок с иллюстрациями, которые действительно помогут на самые неожиданные вопросы детей ответить, которыми они засыпают часто родителей. И да, иногда даже, мне кажется, родители не знают ответы на все вопросы, а прочитая вот эти познавательные сказки, да, они уже смогут детям ответить компетентно. Да, так что мы вам советуем прочитать эту книгу, читайте с пользой и довольствием, общайтесь с ребенком. Обязательно она останется у вас в памяти и подарит вам много приятных воспоминаний.